Добрый вечер, это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицки. Сегодня говорим о состоянии лифтов и о том, когда новое оборудование запустят в эксплуатацию. Марина Шолохова, начальник управления ЖКХ и строительства, сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Телезрителям, я напомню, работаем мы в прямом эфире. Телефон 648686. Можно звонить, задавать вопросы гостям. Я хотел начать с того, когда запустят все-таки новое оборудование в эксплуатацию, когда лифты заработают, те, которые уже заменили. Ну и с чем связан такой простой? Да, действительно, простой случился. Но давайте напомним, что, во-первых, было для города Первоуральского фонда капитального ремонта заключено два контракта. Первый, это пробный, можно сказать, контракт 2016 года, в котором были заменены 8 лифтов. В трех многоквартирных домах он прошел удачно, хорошо. Подрядчик уложился в сроки, которые были ему отпущены согласно контракту. И мы уже к концу 2016 года имели 6 замененных новых лифтов. По контракту, который был заключен на 80 лифтов в 39 многоквартирных домах, к сожалению, дела у подрядчика пошли не так хорошо, как нам хотелось бы и было запланировано в соответствии с графиком производства работы. По последним данным, подрядная организация обещает нам, что до конца этой недели, начало следующей, то есть это 23 января, будут проведены все работы по монтажу оснащения лифтов интернет-связью. А без нее, как известно, ни один лифт не может эксплуатироваться. И до 1 февраля все пусконалочные работы во всем городе Первоуральский, они у нас закончатся. Таким образом, у нас будет в городе 89 новых лифтов. Есть у нас вроде бы звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Я поздравляю вас с наступающим крещением. И у меня такой вопрос. Мы живем в Сантехизделии, 12 этажка. Почему этот дом строили? У нас нет грузового лифта, у нас два пассажирских. Нашему дому 20 лет, ну, очень часто лифты ломаются. Люди с колясками. И совсем-совсем будет ли в нашем доме САТАИ-32 замена лифта и поставится ли грузовой лифт? Спасибо. Спасибо. Значит, отвечу следующим образом. На улице Сантехизделия у нас меняются в доме 24А лифты. Будет ли или не будет произведена замена лифтового оборудования сверх программы, которая предусмотрена программой фонда капитального ремонта. Это решение только жителей, только собственников жилых помещений. В случае, если они принимают такое решение, то сроки проведения капитального ремонта мы имеем право передвинуть, ходатайствовать перед фондом капитального ремонта, передвижение сроков капитального ремонта на более ранние сроки. Для этого нужен протокол общего собрания. Безусловно, управляющие компании обязаны помочь собственникам жилья в проведении такого общего собрания. Что касается замены грузового на пассажирский, то, естественно, если проектом дома предусмотрено два пассажирских лифта, то и будет установлено два пассажирских лифта. Программа капитального ремонта у нас в субъекте не предусматривает изменения конструктивных элементов самого дома. А те люди, которые не пользуются лифтом из-за того, что сейчас они не работают, имеют ли они право требовать перерасчет, будет ли эта процедура вообще осуществляться? Безусловно, право требования такое у людей появляется. Жители имеют право написать заявление в управляющую организацию за время простоя лифтового оборудования, и управляющая компания обязана предоставить такой перерасчет на основании договора управления и в соответствии с теми ставками, которые утверждены общим собранием при заключении договора управления. Кто должен будет новые лифты обслуживать, контролировать их состояние? Каким образом вообще ведется их приемка? Безусловно, обслуживать в соответствии с 290-м постановлением, это минимальный стандарт оказания жилищных услуг, обязанно управляющей компанией и товариществу собственников жилья, в зависимости от формы управления. Как правило, в городском округе Первоурайска исполнители коммунальных услуг заключают договоры со специализированной организацией, она у нас одна Первоурайская. Каков нормативный срок службы новых лифтов? Согласно технической документации, от 25 лет данные лифты у нас должны бесперебойно эксплуатироваться. Какие суммы затрачены при замене лифтов и откуда эти средства? Если мы говорим про первый контракт, то это всего 10 миллионов рублей, исходя из расчета за один лифт, у нас была цена 1 миллион 800 рублей. Что касается второго контракта, то это значительное для Первоурайского строма, значительное для муниципального котла в размере 105 тысяч 4 миллионов рублей. Что делать с жителем, у которых лифты сейчас в ближайшее время, ну допустим в этом году менять не планируют, а те уже находятся в плачевном состоянии, вот что от них требуется, чтобы как-то ситуацию изменить? В первую очередь, конечно, я не думаю, что жители самостоятельно смогут провести общее собрание, я думаю, что нужно им обратиться либо в управление жилищно-коммунального хозяйства, либо в управляющие организации с помощью, с просьбой о помощи проведения общего собрания для переноса сроков и определения стоимости работ, которые жители обязаны платить в фонд капитального ремонта, в случае, если на доме не организован собственный счет для проведения капитального ремонта. Что делать с жителем, ну и в принципе возможен ли капитальный ремонт самого лифта? Вот такая процедура или это не угодно? Да, действительно, областным законом такая процедура не отменена, капитальный ремонт не замена, а именно ремонтная работа по проведению капитального ремонта, они возможны, но существует всегда понятие целесообразности, то есть иногда заменить лифт гораздо проще, дешевле, быстрее, чем проводить капитальный ремонт оборудования лифтового. Поэтому, как правило, фонд идет все-таки на контракты по замене лифтового оборудования. Есть у нас еще звонок, слушаем вас, здравствуйте. Сдавайте вопрос. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я звоню с бульвара Юности-3. Вот у нас лифт остановился 8 ноября. Подрядчик, Клявер Денис Петрович, сказал, что у них по договору 45 дней, а мы уже 3 месяца скоро как стоим. Вот он сказал, что они совершенно не виноваты в том, что наш лифт не работает, а это все зависит от Интеры. Почему тогда Интера так долго задерживает нам сдачу нашего лифта? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, вот это та ситуация, которая на сегодняшний день характерна для большинства лифтов, которые еще не введены в эксплуатацию. Нужно пояснять следующим образом, что Интера это всего лишь организация, которая предоставляет услуги интернет-связи. С ней заключают договоры управляющие организации. Интера обеспечивает интернет-связью, будем говорить, шахту, лифт, чтобы осуществлять бесперебойную круглосуточную диспетчеризацию. И то дополнительное оборудование, которое понадобилось для беспроводной интернет-связи, вот именно монтаж этого оборудования и затянул сроки передачи лифта в эксплуатацию. Сейчас шкафы пульта управления, они монтируются, интернет-связь, она уже присутствует во всех шкафах. Нужно только провести пусконаладочные работы и обеспечить связью эти лифтовые кабины. За более подробной информацией, что касается замены лифтов, чтобы жители знали, где все-таки она предстоит, куда обращаться. Сейчас информация абсолютно одинаковая, поскольку собирается в еженедельном режиме у заместителя главы администрации совещание, где присутствует прежде всего подрядчик. Информация одинаковая и у управляющих компаний, и у администрации, и управления жилищно-коммунального хозяйства, естественно подрядных и специализированных организаций. Можете в любую организацию обратиться, везде дадут исчерпывающие ответы по каждому лифту. Хорошо, спасибо вам за исчерпывающие ответы, спасибо телезрителям, что вы сегодня были с нами. Увидимся на телеканале Евразия. Всего доброго.